Степи Милочич не против провести бой с Нгану по правилам бокса. Хорхи Масвидел объяснил, почему Конор не хочет с ним драться. Джош Томпсон считает, что Тони способен победить Конора. Аликс Волкановский назвал свои преимущества от лишней массы. Стало известно, кто будет секундировать Махачева в бою против Аликса. А сам же Махачев рассказал, что Хабиб дал ему план на бой. А также он считает, что Аликс не выстоит с ним больше трех раундов. Обо всем этом, друзья, сегодня в выпуске. Не забывайте подписываться. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Степи Милочич заявил, что хочет провести бой с Фрэнсисом Нгану по правилам бокса. Я понимаю, почему он решил уйти. Пройдет много времени, прежде чем что-то в нашем спорте изменится. Фрэнсис пытался двигать ММА в правильном направлении, и это здорово. Я бы с удовольствием снова с ним провел бой, но этого не произойдет. Я хотел, чтобы он остался, потому что хотел провести с ним еще один бой. К сожалению, этому не быть, но я его понимаю. Он делает то, что лучше для него и его семьи. Я желаю ему только добра и надеюсь, у него все получится. Было бы просто фантастически провести с ним бой по правилам бокса. И да, черт возьми, я люблю бокс, заявил Степи. Джон Маккарти считает, что Масвидель совершил ошибку, приняв бой с Бёрнсом. Зачем Бёрнс принял бой против парня, который идет на серии поражений? По крайней мере, я знаю, что у Бёрнса особое отношение к Масвиделю. Но вот Хорхи ожидает крайне тяжелый поединок. Только взгляните на то, что Гилберт сделал в своем последнем бою. Люди могут говорить все, что хотят, но Нил Магни отличный боец. На самом деле, он крепкий парень. На данный момент они на совершенно разных этапах карьеры. Бой обещает быть интересным. Но если ты фанат Масвиделя, ты должен понимать, что он не должен был принимать этот поединок, сказал Джон. Друзья, как вы думаете, кто одержит победу в этом бою? Все же, при всем уважении к Масвиделю, я считаю, что Бёрнс на другом уровне. Ну а как вы думаете, друзья? Пишите свое мнение в комментарии. Хорхи Масвидель ответил на вопрос о возможном поединке с Коннором, сказав следующее. Я хочу провести с ним бой, но Коннор не хочет драться со мной. Это отстой, он просто не хочет этого боя. Каждый раз, когда UFC поднимает этот вопрос, он отказывается обсуждать его. И я знаю, почему он это делает. Думаю, дело в том, что я больше и быстрее. А также мы оба знаем, что я бью сильнее, чем он. Так что я все понимаю. С точки зрения сочетания стиля, это не лучший бой для него и его бренда, понимаете? Я ведь не только выбью из него все дерьмо. То, как я это сделаю, навредит его бренду, сказал Масвидель. Джош Томпсон поделился мыслями о возможной встрече Коннора и Тони. Я на самом деле думаю, что Тони победит Коннора. В основном это из-за ног. Коннор, конечно, тоже стал медленнее. Да и странный стиль Тони принесет ему проблем. Я больше склоняюсь к победе Тони, сказал Джош Томпсон. Друзья, ну а сейчас в сети обсуждают, что Тони и Коннор могут возглавить команды в следующем сезоне ТАВ. А хотели бы вы увидеть Коннора и Тони в подобном формате? Пишите свое мнение в комментариях, мы идем дальше. Волкановский уверен, что лишняя масса, которую он набрал ради боя с Махачевым, только сыграет ему на руку. Я поднимаюсь в весе и, соответственно, набираю массу. Но я уверен, что это поможет мне в защите от тейкдаунов, потому что я стал в два раза сильнее. Сейчас моя защита просто на высоте. И я как кирпичная стена, когда люди пытаются сбить меня с ног. Мои спарринг-партнеры чувствуют свою беспомощность. Как только хватают меня или как только мы хватаем друг друга, заявил Алекс. Ну а сам же Махачев рассказал, кто будет секундировать его в этом бою. А также поделился тем, что Нурмагомедов Хабиб дал ему план на бой. Когда Нурмагомедов Хабиб в углу, это намного лучше. Видели же на октябрьском турнире в Абудабе? Какая-то мелочь или на эмоциях не вспомнил, он всегда подскажет. Здесь бафь, а здесь напротив прибафь. Когда у тебя такой опытный секундант, это 100% большой фактор, он играет в твою пользу. Он оказал мне хорошую поддержку перед этим поединком. Мы обсуждали этот бой, он дал мне план, как нужно драться. Так что посмотрим, что будет. Секундантами в моем бою будут те же, кто и был на поединке против Оливера. Хавьер Мендес, Магомед, брат Муслим. Вместо Хабиба будет Эмир Агаев, сказал Махачев. А также Махачев не думает, что Алекс выстоит с ним больше трех раундов. Я уважаю Алекса, сейчас он король рейтинга. Но он моя новая и следующая цель. Поэтому я должен победить его. Он хороший ударник, но этот дивизион не для него. Потому что легковесы большие парни. У него будут серьезные проблемы в этой весовой категории. План на бой остается тем же, что и всегда. Я тесню соперников, перевожу их вниз. И когда они чувствуют всю мою силу и прессинг, они начинают уставать и я их финиширую. Я всегда ищу возможность завершить поединок досрочно. И следующий бой не станет исключением. Я постараюсь финишировать Алекса в течение трех раундов. Это не обязательно будет болевой или удушающий прием. Ему придется нелегко внизу. Я буду разбивать его в граунданпаунде. И когда он почувствует в полной мере, что это не его дивизион, что он больше не хочет получать этот урон, и тогда он сдастся, сказал Махачев. Друзья, ну а нам с вами осталось ждать чуть больше недели до этого боя. А как вы думаете, кто одержит победу в этом противостоянии? Напишите свое мнение и прогнозы в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok